Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня мы продолжаем цикл видео из мультиплеера Солл Сторма. Ваше внимание, предлагаю бой в режиме Кажется Сам За Себя, за Космо Десант. Спонсором данной серии у нас является Эндрю Панин. Поехали. Сражение было на Морталисе, мой ник здесь Рэмпэйдж, против меня Рейнхост, случайная фракция у него, ДМП-3, тоже случайная раса БМВП Орг. Хороун, Гвардия, Труф, Тао, ДМП ему выпали Хэоситы, и Рейнхост, Темный Ильдарес, смотрим. Гвардия, Труф, 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 Труф. Гвардия, Труф, Труф, Труф. Гвардия, Труф, 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 Труф. Гвардия, Труф, 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 Труф. А тут совсем экстремальный чувак, который под ником БМВП. Орг строит сразу вторую главку сходу. И насколько я помню, в этом бою он был такой не один. Да, Хаос такой трейнхоста, а у него всего лишь две застроенных точки и все. А все почему? А потому что он неправильно начал играть. Даже несмотря на то, что это ФФА, все равно так играть, конечно, нельзя. Потому что здесь, ну как бы, вероятно, что тебя атакуют с самого начала не такая большая, как в командном бою. Но тем не менее, может произойти вот подобная ситуация, а у него ничего нет. И нету, главное, ресурсов, чтобы сманеврировать и перестроить свою тактику. Пока все в течи, кроме Хаоса, все развиваются. Я по традиции особо не лезу на оппонента. ФФА я атакую только если начинают атаковать меня. Это было в прошлом видео, когда Тао на меня накинулся, и там было понятно, что он продолжит давить. И нужно было устранить его им на Т1. И поэтому начал масить. В противном случае лучше не высовываться, и чем меньше вас видят, тем лучше. Даже если вы захватите быстро респ, убрав оттуда оппонента своего, то это вам мало что даст. Потому что за этот респ прибегут другие бороться. И вместо того, чтобы нормально развиваться, вы будете с еще одним противником биться, который вам будет мешать его захватить. И тратить на это ресурсы, на застрой, на наим войск вместо развития. А в этот момент вас с другого края могут протковать. Будет, например, Морталис. И все, вы поиграли, считаете. Правильно, тут нужна тактика. Не просто зашел такой Вася. Всех победить нужно думать. И иметь план, как вы будете это делать. Вон Райанхост, видите, сделал два байка и... Пытается отбросить хаос. Ну, отбросит он, может, его и отбросит. Сделал он своего Архонта с инкубами. Проблема в том, что... Потом-то он на что будет воевать? Ресурсов-то у него все равно нет. По сути, у него осталось только две точки. И то там застроено, не застроено крайне. Не застроено, застроено только одна. Да, Орк пошел в глобальные тещи. Ссылал кучу генераторов. Играет две главки. Супер рискованный тактик. Но для Орка, кстати, более или менее допустимый. В том плане, что он поставил, видите, свой второй лагерь на входе. И если его даже проатаковали бы, он мог его ремонтировать. Гречичным. А он бы стрелял. Ну, это, тем не менее, не лучшее капиталовложение. Он отстает в Т3, Т4. И если кто-то быстро его проатакует на следующих тирах, ему уже не выставят. На Т1, да, этот лагерь продержат. Т2 тоже. Но вот уже Т3, Т4 нет. Поэтому, если вы ставите вторую главку, это лучше делать, конечно, когда у вас уже есть полноценный Т4 и фуллимит по ВСМ. Имеется. То есть есть с чем играть, по крайней мере. Такая экономика поначалу, это... Лотерея. Нападут на вас, не нападут. Так, вот решил, видите, на меня завернуть Рейнхост, но потом передумал. А ДМП отступил, но снова, снова бежит вперед, понимая, что сейчас Дарк может тут все захватить и продолжится его теоретическое наступление. Но почему-то не пошел вперед. Побоялся, может быть, что... ...его мог с другой стороны проатковать. И отступил, давая, видите, Дарку возможность еще немного в этом бою поиграть. Но ресурсов у него не было, и у него даже нету влияния, чтобы застроить точки. Зато Гомункул и сделал. Орк, стоят агитки, доп. защиту, но опять же, это только Т1, Т2. Войска Т3 у Спейсмарина, скажем, летают, разбирают вообще без проблем. Я захватил центр и вижу отчасти, что происходит. Особо никто никого не атакует. Вижу, что хаос пробегает к Ильдару. Играю через серых, через трех командиров. В принципе, такой стандартный сетап для прохождения фаст Т2. С возможностью добавить Спейсмаринов, если кто-то там будет техникой давить с ракетной установкой. Но в данный момент они не требовались. Тем более технику можно застанить черепком. Это еще более экономный вариант, и пока она стоит уже сделать красосэмов и ракетной установки. А, у нас, видите, второй экстремал Тао, который еще не вышел в Т3 даже, уже делает вторую главку. Ну, я как бы тоже люблю главки, но я делаю их только на Т4. Ну, за Тао, может быть, на Т3, но когда у меня фулл-лимит и... Когда уже есть эфирил с телохранителями и прокаченные тулурги и оптика в Кау-Йон. Он, кстати, еще через Мантка, по-моему, идет. Да, он идет еще вообще через Мантка. Но учитывая, что больше Тао на этой карте не было, и у него под боком был гвардеец, это вполне допустимо, потому что... Мантка лучше себя показывает за счет двух танков против гварды. Через Кау-Йон можно играть, но там будут потери больше. Все-таки два танка-рыба-молот могут разобрать и Лемон Руссы, и Карающего за Станинного довольно быстро. Вот ДМП сделал, видите, на констерину, и теперь может спокойно по карте катать, пытается Дарк его отогнать, но по-прежнему у него не застроена даже точка, которая находится в близко к его главному зданию. Все уходит в войска. А началось все с того, что он неправильно, в общем-то, стартанул. Отсюда пошли все его дальнейшие проблемы с нехваткой ресурсов. А Хаус все сделал правильно и теперь расстреливает его, как хочет, в любых позициях и в любых проекциях. Он вообще в наглое подъезжает и захватывает у него точку. Ускорение захватывает и снимает, и подходит еще и сквернителем, который начинает разбрасывать пехоту. Я пока особо не куда не тороплюсь. Прокачал две точки, одну против Орка, вторую на центре у реликта. Пока что, может, это и не лучшая экономика, потому что Тао, ну, одна из лучших, строит третью главку. Ну, это уже вообще просто. Это уже что-то с чем-то. Вот если бы сейчас его проотковали, он был бы трупом, потому что у него войск, заметьте, нет вообще. Ни одного юнита. По-моему, чувак перепутал игру, он думал, что зашел в какой-то Симс. Сим-Сити. И здесь цель игры это построить большую красивую базу, а войска это для слабаков. Дарк проигрывает этот бой, все, он потерял все войска, по сути. Ну, что там у него остались только телохранители, этого Архонта, Инкуба, и он даже добежать не сможет. Хаос его положил. Все, он дропает здание и выходит из боя. Сдался. Я делаю ленд. А там что у меня еще? А, у меня еще только переход в Т4 был. И вот вторая тоже главка полетела, но, заметьте, это произошло, когда у меня уже есть Т4, когда уже есть войска, а не наоборот. А тут войск нет, зато есть три главки. Ну, он, видать, думал, что пока противник разрушает все три, он сумеет все сделать, что ему нужно. Так, орг в Т3, строит два завода. На одном он собирался в Т4, я думаю, переходить на втором делать войска. Так компактно застроился, неплохо. Но войск ведь тоже нет. Любая серьезная атака уровня Т2 могла для него стать большой проблемой. Не фатальной, конечно, но ресурсов он потерял бы на отстроить здание прилично бы там. Гвардос в Т3. Войска у него есть. Но в основном начальном уровне, например, вот отряд командования без сателлитов, это показатель странного, как минимум, гвардейца. Посадил я серых в центр орбитальной связи. Захватывает ДМП, респ. Ударка. У меня ситуация здесь не очень, конечно, хорошая. Когда у меня хайсит сбоку, который по мне еще и он настреливал. Но, правда, это автоматически был огонь после подсвета его культистами. Тем не менее. Но, по идее, ему надо было разбираться Тао, чтобы он полностью себя обезопасил с двух сторон. Но, насколько я помню, он не на Тао полез. Еще. А, нет, это у него не завод. Он строит врата для демонов. Т3. А здесь у нас пехотный штаб строится. Еще один. Ой, турельки на входе. Возможно, это против Тао он поставил. Да, тут три турели. Четыре турели. Да, слушай, это адепт. Это адепт великого. Орк решил своих рубак слить хоть куда-то, освободив лимит. И в этот момент внезапно на него обрушивается лэнд снизу. Смотри. С терминаторами. И орбитальный удар влетает. А он еще был не готов. Т4-то не было. ГГ. Уже пишет. БМВП. Спейс-Марингрид получил меня. О чем я и говорил. Отсутствие войск и быстрого Т4. Толку-то от его экономики, когда он не успевает ее реализовать. Буквально. В этот момент. Ну и у нас главное здание. Ну это правда второстепенный лагерь, но тем не менее он теряет экономику. И теряет завод. Есть у него войска. Там с тыла он делает армию, но уже слишком поздно. Надо было ее делать, естественно, раньше. На минут пять как минимум. Лучше бы еще бы раньше. И нахватал у меня лэнд. Приходится откатываться и ремонтироваться. И в этот момент еще и хаосит, видите, на меня нападает. Видит, что я там бодаюсь с орком. Вместо того, чтобы Тао убирать. Я вообще думаю, они не команды или были. Потому что уж очень самонадеянно Тао начал строить. Кстати, пять главок пятую строит. То есть он уверен на сто процентов был, что хаос его не протокует. И казалось бы, логично хаосу было атаковать именно его. Потому что он был рядом с ним. И Тао к этому краю даже не подошел. Мне кажется, они командой играли. Сейчас вот это заметно на повторе. Тут тоже вторая главка идет. У хаоса застроенный респ уже ударка. И он готовится напасть именно на меня. Он даже не рассматривает Тао как противника. На какой-то хрен пошел на космодесайнер, который находится через респ от него. Мне кажется, вам это странно. Я вот тогда не особо видел, что он делает Стао. А сейчас я смотрю, что... Это похоже на какую-то подставу. А частенько заходит вдвоем, а то и втроем. В фае начинает вот так вот играть. Друг друга не трогая. И моча всех подряд, кто там на карте оказывается. И вот от таких вот говнюков надо избавляться, конечно... Со всей беспощадностью. А кроме как говняйство это никак не назовешь. Че нахер за фа, когда там команда играет друг друга, игнорируя против рандомных игроков. Тем более 90% из которых еще и играть ни хрена не умеют толку. В итоге они проигрывают бой, удаляют игру и говорят, игра говно. И вообще я в это дерьмо играть не буду. Хотя игра-то в этом совершенно не виновата. От таких договорничков. И в итоге мне вместо орка приходится отгонять хайсик, который... Слишком обнаглел и приблизился к моей базе. Я построил еще дополнительные гены. И в принципе экономика у меня даже на одном респе была вполне себе вменяемой. 182-191, но по влиянию запаса почти никакого не было. Потому что, видите, приходилось еще и войска создавать. Еще лимит это будет не заполнено до конца. И сейчас какую-то огульную атаку кидаться на хаос или на орку было нельзя. Но тем не менее, хаос я отогнал и поехал добивать орачью. Потому что понятно, что орк пошел бы на меня. Я уже начал его прессовать. И из-за хаоса так его и не добил сразу. А орка ничего особо-то и нет. У него был танк, у него был Т-4, но денег-то у него уже нифига нет. Из-за потерянной главки и двух точек. Я ему не давал застраивать, потому что они стояли здесь с пейсмариной, расстреливали. Потому что он пытался построить. Вот он врывается вперед. То, что успел наспамить своих битцов и нобов. Пробрасывает, а я скидываю десант и завершая начатое. ГГ пишет еще раз. Б-М-В-П. И спейсмарин имеет половину карты. Пытается настроить против меня... ...всех остальных. Спейсмарин имеет половину карты. Что-то мы не должны сражаться. Пишет ров. А вот выходит танк. У орка он пытается, пытается здесь что-то еще изменить в этом бою. Но уже изменить-то практически ничего невозможно. А с другой стороны меня атакует в этот момент, заметьте, хаос. Который, видя, что у меня войска укатили, на базу корпу через ключевую точку решил таки подловить в этот момент. И я вынужден снова откатываться назад. Да, хаос атакует. Уже полномасштабная атака разворачивается. И орка сейчас с другой стороны бежит. Очень вовремя. Но, правда, тут вырывается гвардейец. Который, наконец-то, улучшил свой командный отряд до максимума. БМВП пишет. Нужна помощь против спейсмарина. Он получил меня. Видите, все еще пытается настроить всю карту против спейсмарина. И его вещевания имеют успех. Например, вот, Хаосиф пришел сразиться со своим древним врагом. Но у него ничего не получилось. Атака была так себе, мягко говоря. Такие мы на завтрак едим. Но, тем не менее, он помог Орку. Отбиться, и вот он делает второй танк. Пытаюсь, походу, его там отремонтировать. Или мне кажется, что его ремонтируют. Не, вроде, ремонт не идет. Там гречных нет. Ну, а я отстреливаю здесь дефайлеров. ДМП и Хатвуд. Тем не менее, экономика у него была, в общем-то, неплохая в целом. У него было все-таки два ареста, у меня был только один. Но у меня есть... Достаточно много прокачанных точек, правда, он, видите, снес на реликте, и приходится ее по новой отстраивать. 187-187-186 по энергии запас был, по влиянию практически нет, но уже почти полностью заполненные лимиты, и это уже хорошо. То есть можно было и на базе оставить войска, и дожать Орка. А Орк схлестнулся с Гвардейцем, а Гвардейец схлестнулся с Тау. До конца боя остается буквально каких-то 10 минут. Тут совершенно нихрена непонятно. Что-то как, я еду добивать Орка? Третья попытка уже. А Орк зачем-то понесся на Гварду, вместо того, чтобы отстроить свою базу и попытаться восстановить экономику. Он на какой-то хер полетел на Гвардейца и получает удар в спину от меня. То есть он думал, я что, про него забыл, что ли? То ли ему там Хаус по Интеркому сообщал, что... Чувак, я его мочу, держись там, давай, Гвардейца, гаси, а я пока сейчас Спейс Мурина завалю. Не знаю, как там у них было, они что-то не поймешь в этом бою, кто с кем играл. Но Тау, мне кажется, с Хаусом были заодно. Слишком они друг друга игнорировали на соседних триспах. И при этом Тау развивался будучи уверены, что Хаус его не протокует. В каком-то галимом, просто ущербном тече без войск абсолютно с пятиуглавками. Ну и все, вот так отыграл Орк. Сами можете оценить его игру. В этот момент атакуют Хаус с другого направления. Видишь, что у меня все войска практически основные на базе были у Орка. Но он ошибся, потому что большая часть войск была именно на моей базе. А там был только Лэн с терминаторами. Приезжаю обратно, кидаю орбитальный удар, попадаю частично по своим. Но Хаус продолжал развивать атаку. Правда, Принца убили серые. Бегу быстро убивать. Нет, он не сломал, Чущего. Разбрасывает он серых. Разрушает мне постэкономику, пытается сломать. Но я его отбрасываю, Чущий Гвардей зачем-то выбегает в центр, когда я его мочил Тао. Наверное, решил полакомиться ключевой точкой. Более того, он, кстати, ее захватил даже. Отбиваю Сианову, теряю, правда, хвост. Лети, Тао, че еще тут мне все ломать. Видит он, что экономика тоже у меня весьма неплохая. Как минимум. Ну и приходится за ним гоняться термосами штурмовыми и серыми для того, чтобы быстрее его убить. Довольно неплохой юнит в плане мобильности, Алчущий, но убивается крайне быстро, как аватар. Как и слон. В общем-то, да, пытается Хаус здесь держать атаку. Кидаю дредноут вперед. И через него танкую. Правда, у меня ведь неполный был сейчас лимит. И вот серые были заняты очень серьезными делами. С терминаторами убил Алчущего и продолжает добавлять. Добавлять снайперов. Тао тут не пойми, какую дичь творит. Гвардейца до сих пор даже не пахнет карающим, хотя в принципе место было воткнуть. Он засел в глобальную оборону. Достаточно было все укинуть, один орбитальный удар эфирилом, и все бы то на ховнецо разлетелось. Ступаю на Хаус, надо было с ним кончать. И дальше заниматься либо Тао, либо гвардейцами. Да, Тао выходит в центр. Помогает и мне, и Хаус одновременно тоже стреляет, и по мне, и по нему. Турельки, но турельки уже неплохо расставленные для защиты у ДМП. В глубине от сброса, по крайней мере, дредноутов и частичных терминаторов. Конечно, они их полностью не остановят, но хотя бы какие-то урон нанесут в случае атаки. И он потерял почти всю свою армию. Не знаю, что у него там было по ресурсам, можно глянуть. Гвардейца офигеть, какой запас был по влиянию и по энергии. Вопрос, а куда он девалов 5600 и 4100? Где у него Т4? Где его танк? Тао начинает его прессовать. Странный гвардейец, здесь 2900-3300 у Тао. У ДМП закончилось влияние, но было достаточно много энергии. 220-180, у меня 167-157, хуже экономика. Но запасы были определенные, 172-157. И, кстати, версию Хаос и Тао подтвердит еще один факт, который произойдет буквально через 5 минут. Я вот на него тогда внимания особо не обратил, а сейчас все складывается в единую картину. На повторе. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, а Хаос и Тао была отброшена, и он теряет свою вторую базу на респе у Рейнхоста. Для меня Хасит за Космо вообще не противник. Я считаю, это более слабая фракция. Он сильнее может быть на Т3, если у Космо мало ресурсов. То есть может быстро протковать за счет своих облитераторов, за счет одержимых. Но потом Супер Юнит хуже, в общем-то войска хуже. Две пачки терминаторов серые убивают всех его демонов, а снайпер расстреливает пехоту. И вся его невидимость вот эта вот так же, в общем-то, оказывается бесполезна. Дредноут различные пацификации. Не знаю, на мой взгляд, Космо Десант сильнее. Опять возвращаясь к балансу, он зачем-то мне пытается сломать центр арбитальной связи. Для него это была прям ключевая цель. Я тем временем застраиваю респ уже, видите, потихоньку у Орка. И восстанавливаю экономику 200-150. Там он никак не может прорваться к гвардейцу и 3 минуты до конца боя остается. Казалось бы, какого хрена? ДМП остался без влияния вообще, если бы у него не было его на двух респах. Здесь он был на нулях 100%. Тао творит откровенную дичь, атакует самолетами. Следопытами, дроидами гвардейца. Гвардейца творит что-то тоже невообразимое, потому что играет без Бейнблейда с огромным количеством ресурсов по запасу. Да, может быть, ему, конечно, не дали воткнуть здесь марсианский, уничтожая его, но он мог бы это сделать в глубине базы вместо турелиты. И в итоге ДМП просто выходит из боя. Потеряв все войска, он ливанул. Ну, не вылет, а выход. Ну, так как у меня, по сути, было уже три респа, он не видел перспектив в этом сражении никаких, когда он остался на одном, если он не смог с двумя прорвать. Оруон пишет ГГ. Гуд лак. А вот Тау начинает подтягивать невидимых, причем идет имя танковать вперед. И подтягивает свои рыбомолоты. Пошла курица. Это, конечно, новое какое-то слово в тактиках в Вархаммере, то, что творят и тот, и другой. Это какой-то бред. Ломает вот турельку. Тау. И... Уходит из-под засвета. Я начинаю атаковать его. Вижу целую кучу главных зданий. Охреневая от того, что происходит. Выходит гвардеец, но он потерял, в общем-то, все. И... 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 И выходит и Тау. Но здесь, в общем-то, не совсем, конечно, на 100% очевидно, что как только Хайосит ливанул, я к чему подводил-то? Как только вылетел Хаос там или вышел, Тау практически сразу за ним свалил. Потому что прикрытие другана, видать, с фланга закрылось. Но вот тут у него видно, что войск не было. То есть, дело в том, что он потерял почти тоже все. Как я и говорил, он весь бой играл хер знает как. У него войск было минимум, зато была офигенная экономика и целая куча главок. В итоге он потерял все, у него остались невидимки, он потерял танк на выходе. Осталось курица, невидимки и пустая база, которая была еще под орбитальным ударом. И огромная армия, которая на нее наседала через центральный проход косморя. Походу он, может, обосрался и вышел, кто знает. Ему шер писал, что типа, там, чувак тебя там атакует космодесанник, он владеет половиной карты. Он додумал, что уже, наверное, вся карта под ремпейджем и решил выйти. Такой вариант тоже не исключен. А может быть из-за того, что его Друган свалил, он думает, да ну нахер, один я играть не буду, давай-ка я лучше из боя там свалю. Но в любом случае вот такое сражение получилось. Кто-то повыходил, кто-то, может быть, вылетел. Не знаю, тут на 100% утверждать сложно. 2180 я набираю по армии, 1175 набирает Труф. Переводится его ник как «Правда». ДМП набирает 875, Хуруун 2380, 35, БМВП 85, Рейнхост. Подробный отсчет по убиенным. 239 я, 123 Труф, 116 ДМП, 414 Хуруун, который был гвардеец и настрелял андроидов у АТАО в основном. 21 подразделение уничтожил БМВП, 21 подразделение Рейнхост, 103 юнита потерял, 398 Труф, 182 ДМП, 108 Хуруун, 104 БМВП и 39 Рейнхост. 28 здания уничтожил, 14 Труф, 6 ДМП, 4 Хуруун, по нолям БМВП и Рейнхост. 4 здания потерял, 4 Труф, 12 ДМП, 14 Хуруун, 16 БМВП и 2 Рейнхост. 164 размер армии был у меня, 444 Труф, 223 ДМП, 164 Хуруун, 106 БМВП и 37 Рейнхост. По ресурсам 50-200 был у меня, 55 900 Труф, 45 300 ДМП, 37 200 Хуруун, 23 200 БМВП и 3400 Рейнхост. 1900 по технологии был у меня, 1800 Труф, 2000 ДМП, 1300 Хуруун, БМВП, 670, 140 Рейнхост. Общий счет 54 300 у меня, 58 900 Труф, 48 300 ДМП, Хуруун на 4900, 23 900 БМВП и 3600 Рейнхост. Бой шел 30 минут 40 секунд. Довольно быстро для ФФА на 6 игроков, но видите, одного сразу смяли. который был Дарком, часть быстро так же слилась. Например, Орк, Хаосид не стал сопротивляться. Мне кажется, он вышел, потеряв свой респ. Гвардеец, но по сути он был уничтожен Тао. Там у него ничего не осталось, толком играл он не пойми как. Я думаю, вы сами напишите, что думаете о такой игре. Ну и Тао, это какой-то уникум, настроил огромную базу. В итоге свою экономику он толком не реализовал. Где были его войска, как он их использовал, вы так же сами, в общем-то, все видели. Ну а потом вышел, когда я их слил, и у него не было времени банально, чтобы их создать на этой базе по новой. Тем более, она еще и под орбиталкой была. Такие вот дела. Надеюсь, что вам понравилось. Если да, не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Вступайте в нашу группу ВК, оставляйте свои комментарии. На сегодня все. С вами был Крестоносец. Всем удачи. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok